всем привет с вами я дмитрий фреско вы смотрите кулинарную пропаганду туристскую колбаску вот в этом ролике вы уже видели я надеюсь что некоторые из вас даже начали уже готовить сегодня собираюсь по тому же самому госту приготовить два новых рецепта это свиная сырокопченая высшего сорта и это особенная сырокопченая высшего сорта в чем же схожесть этих двух колбас и в чем отличие во первых в оба этих рецепта практически половину всего объема фарша идет свиная грудинка очень большой жирности минимум 75 процентов но если свиной как легко догадаться из названия вторую половину фарша занимает свинина то вот в особой почти половину всего состава это говядина еще одно отличие в свиную идет коньяк и чеснок в особую ни коньяка ни чеснока не добавляется но туда идет мадера правда с мадер в наших краях случился затык но прошерстив ближайший лабаз я подобрал другое португальское вино тоже крепленое сладкое ароматное надеюсь что с ним будет ну по меньшей мере не хуже короче хватит лететь давайте уже поступать пойдем на кухню и так понадобится свинина плечо подмороженное говядина подмороженная также до минус 2 по цельсию и грузинка для обоих рецептов нарезка грудинки абсолютно идентичная брусочки длиной примерно 12 миллиметров в сечении 4 на 4 там 5 на 5 миллиметров где-то так пряности я заблаговременно приготовил так как готовлю всего по килограмму каждой колбасы приходится отвешивать все на аптечных весах мускатный орех кстати по госту кладется либо мускатный орех либо кардамон и коньяк и мадера буквально следы на 100 килограммов сырья всего 250 миллилитров напитков идет то есть на мой килограмм два с половиной миллилитра слезы что при вымешивании фарша нарезанная грудинка ну сало в основном не размазывалась соответственно колбаса не потеряла свой рисунок надо потратить на эту самую грудинку нарезанную уже в подморозить а при мастер затру в ступке смесь для свиной коньяк смесь для особенной вино это португальский портфель порта займусь измельчением мяса говядина и свинина сначала вымешиваю фарш без грудинки пусть она пока еще померзнет а вот когда все равномерно перемешается добавляю грудинку и вымешиваю уже до равномерного ее распределения вот такой результат мне нужен готовый фарш пока подождет в холодильнике а я смешаю все по второму рецепту а он в и Оба фарша готовы. Набивать буду при помощи вот этого китайского агрегата. Обзор на канале был, если кому-то интересно. Так как количество фарша у меня небольшое, облегчу себе задачу. Вот здесь уже лежит фарш для особенной квасы. Я его уплотнил очень хорошо. Вдавил здесь. А сверху кладу свиной. Конечно же, при набивке в какой-то момент в определенном батончике колбасы окажутся фарше сразу двух составов. Но это не страшно, потому что технологический процесс, температурный, и время, и температура, и процесс сыровяленя происходят совершенно одинаково для обоих видов колбас. Так что я это переживу. Главное, я точно буду знать, что первые три батончика весом в 250 граммов – это вот точно совершенно особенная колбаса. А последние три батончика из этой партии таким же весом – это свиная. А вот парочка батончиков между этими двумя партиями могут иметь фарш в своем составе от обоих рецептов. Вот такие штучки получились. Да, набивал я колбасу в полимерную оболочку Айцел. Я же прошедшим летом был в Москве, и у Павла Ем колбаски был на съемках. Мы с Овес с ним один ролик снимали про испанскую чориза. И он мне одарил целой кучей всяких колбасных прибамбасов. За что ему отдельное спасибо, Паш. Огромное спасибо. Айцел хорош тем, что позволяет вялить, даже если у вас проблемы с поддержанием нужной влажности в помещении. В такой оболочке все отлично вялится даже в обычном холодильнике. Ну или на лоджии, если у вас там температура 8-12 градусов. Чтобы особенную колбасу от свиной отличать, при перевязке на батон петлю наброшу. Все, готово. Перемещаемся на другую локацию, в камере для сыровяла. Как я ее делал, строил из старого холодильника, снимал отдельный ролик. Если вдруг пропустили, или если не пропустили, но вам интересно еще раз посмотреть, ссылку повешу. Пойдем. Все, процесс набивки завершился. Отправляю эту колбасу на осадку. За время набивки фарш мешался, смещался относительно друг друга. И поэтому связи внутри фарша нарушились. И вот эта осадка, которая будет происходить в камере при температуре плюс 4, плюс 5 градусов. И при влажности 82-85% за 5-7 дней эти связи восстановятся. После чего колбасу можно будет отправлять на копчение. Как видите, я к каждой колбасе подготовил вот такой вот листик, на котором указана рецептура, по которой она готовилась. Ну, ссылка на ГОСТ. Масса каждого батончика и целевой вес. То есть, когда вот до этого веса она досохнет, довялится, колбаса будет готова. Все, отправляем это дело в камеру, в которой, как видите, у меня уже гирлянды колбас по другим рецептурам вялятся. Так. И вот так. Обязательно в камере должно быть движение воздуха, которое обеспечивается у меня вот таким вентилятором, включаемым по таймеру. Согласно ГОСТу, это самое движение должно обеспечивать воздухообмен в 10 метров в секунду. 10 сантиметров в секунду, прошу прощения, оговорился. Каждый батончик должен висеть на расстоянии от другого. 5-8, лучше 10 сантиметров на первом этапе. Потом можно будет сдвинуться. Ну, вот. Ну, вот как-то так. Все, процесс пошел. Встретимся с вами уже на этапе копчения. Оставайтесь с нами. Очередной этап. Копчение. Я буду это делать в самодельной коптильне. Ее изготовление показывал в отдельном ролике. Для новичков ссылочку вот сюда вот повешу. Дымогенератор уже раскочегарил. Отправлю его сюда. И повешу кубасу. Катить надо по температуре 20-22 градуса. Двое-трое суток. Для копчения используют по ГОСТу древесину лиственных пород. Дуб, ольха, бук. У меня как раз таки бук. Ждем. Три дня копчения. И вот такой результат. Цвет немного поменялся. Колбаса слегка подсохла. Все. Вся моя суета с этой колбасой закончена. Повешу ее в камеру для сыровяла. И буду ждать ее готовности. По ГОСТу. Свиная должна потерять 30%. Особая 35%. Можно вялить и в обычном холодильнике, либо на балконе, если позволяют условия, если вы используете оболочку Айцелл. У нее скорость лагопотерей значительно ниже, чем у натуральных оболочек или у коллагена. Ждем. Долгожданный момент. Начинал я готовить колбасу 23 ноября. Насколько помню, мясо из холодильника как раз достал подмороженное. Сегодня 14 января. Можно уже трескать. Такой длительный срок получился из-за использования оболочки Айцелл. Скорость лагопотерей в ней невысокая. И у колбасы было аж 2 месяца без одной недели, чтобы набрать вкуса. Надо резать. Вы знаете, по внешнему виду, по срезу я, например, одно от другой отличить просто не могу. Ну, может быть, свиная чуть-чуть более бледная, но настолько незначительно, что это заметно только когда вот два кусочка рядом держишь. А вот так вот, нет, незаметно. Так, по аромату. Практически одинаково. Разве что в свиной чуть-чуть, вот чуть-чуть как-то на фоне угадайки чеснок присутствует. И все. Так, вкус. Ну, начну с особой. Та, которая наполовину с говядиной. Яркая, солоноватая, с кислинкой. Насыщенный, яркий вкус. Такая вкусная сырокопченая колбаса, твердая. Это особая. Так, что касается свиной. Вы знаете, нужно быть, наверное, каким-нибудь колбасным сомелье, чтобы отличить одно от другой. Вот серьезно. Несмотря на разницу в рецептуре, то есть вот этот коньяк, да, свиной чеснок, а здесь вот вино, я их не отлечу. Вот, честно говоря, не отлечу. Это вкусная, классная колбаса. И по какому из рецептов готовить, да без разницы, пожалуй, что. Готовьте по такому, на какое у вас есть в данный момент сырье. То есть есть у вас говядина, готовьте с говядиной. Есть свинина, готовьте из свинины. А колбаса классная. И главное, что технология-то одна и та же. Можно сразу несколько рецептур готовить. Сразу. А техника копчения, подготовки мясных продуктов, там и прочего, одна и та же. Ну, прям очень классно пахнет. Прям вкусно. Прям вот вкусно. Так что готовьте и наслаждайтесь. На этом позвольте закончить. Вас ждут еще другие колбасы на канале. Нет, не буду спойлерить. Ну, короче, ждут еще тоже сырь копченые. Вливайте в среды колбасников. Это несложно. Требуется только терпение. На этом позвольте закончить. Спасибо за компанию. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok